а здрасте я всем привет уленьки на золотой голос продолжается и первый тройничок вот у нас сейчас заканчивается 4 серия те кто смотрит меня в общем то кто смотрел вот эти вот сезоны все предыдущие знают как мы работаем по три дня у нас связочки такие вот получаются и в общем то сейчас у нас 1 связочка 4 сезона из трех дней заканчивается поэтому давайте влепимся лайкусик и если не подписан на канал то подписывайтесь и в общем то всем приятного просмотра и погнали смотреть что у нас происходит вообще 6 утра друзья я серию начал не случайно дело в том что нам надо купить грунт причем по максимуму чтобы в два часа дня докупить еще грунта и чтобы у нас на следующий день мог быть нормальный посев в наших теплицах мы можем купить 940 кубов сейчас поэтому купим 900 но это все дело стоит 68000 у нас на балансе минус 11 до небольшой минус у нас получился из-за удобрения амортизации недвижимости все такое прочее я думаю никто не будет против если мы возьмем немножечко кредита 73000 этого в принципе хватит на грунт 68 445 покупаем и кстати можно даже вернуть 5000 у нас остается 31 доллар и 80000 в кредита но мы от них сегодня избавимся в общем то друзья давайте посмотрим что нам надо сегодня вообще сделать за серию и разберемся что к чему во первых друзья давайте посмотрим на теплицы наши теплицы сейчас вот зреют точнее уже плодоносят там все собирают урожай чик с них 82 процента примерно часов 8-9 утра они все закончатся и тут у нас растет клубничка это понимаю около 600 кубов клубнички будет у нас на обоих теплицах то есть сумме миллион двести и тени наша задача все это дело продать и получить за это бабло также друзья у нас на товарных складах лежит немного огурцов и томатов их тоже надо продать они нам не нужны когда они нам понадобятся мы вырастим новое а деньги нам не помешают поэтому вот эти вот томаты и огурцы тоже сегодня надо будет продать далее друзья по заводам погнали даже по всем посмотрим что да как во-первых компикормовый цех тут нам наделалась корма дохренища мне кажется этого хватит очень прямо надолго мы этот завод не трогаем вообще далее консервный завод тут у нас производится томатная паста заказ на производство который мы сделали два дня назад и 100 кубов за два дня у нас по сути дела сделалось теоретически эту самую томатную пасту мы сможем забрать в конце следующего тройничка посмотрим как она там будет далее корма смеситель есть четыре кубама на смеси но в принципе когда она нам понадобится можно спокойно тыкнуть в кл и она вот так вот будет перерабатываться довольно быстро это все делается ресурсов пока что немного есть но надо как-то будет постараться надыбать еще сена травы или силоса точнее того и другого это посмотрим у нас целый день есть и много где есть это все дело добыть далее маслоэкстракционный завод в прошлый игровой день была уборка льна и этот самый лен мы отвезли на маслоэкстракционный завод который переработался в льняное масло сейчас у нас есть 100 кубов с копейками этого самого льняного масла его в принципе можно продавать и подсолнечное масло его тоже можно продавать спокойно его тут не так много но деньги нам нужны или подсолнечное масло не надо продавать черт я как-то вот об этом не подумал ладно если что потом наделаем если нам понадобится далее друзья мебельная фабрика она у нас эти работает я немножечко дров попилил этого леса в принципе можно пойти посмотреть был друзья вчера длинный 6 часовой стремец и на нем получается мы выпилили вот эту вот всю полосу которая здесь в такая вот длинная была и эту всю полосу я отвез на мебельную фабрику за два раза получается то есть привез 200 кубов потом прошло время но там переработала все остальное отвезли но еще она осталась а также друзья выпилилась вот здесь еще полоса по-моему тут три или четыре ряда было вот отсюда уже все лежит вот в этой вот кучи здесь довольно таки много бревен принципе их отсюда можно спокойно брать и вести дальше поддерживать работоспособность мебельной фабрики когда там все переработается мы тогда все оттуда заберем скорее всего продадим и мебельную фабрику тоже продадим потому что лесом больше играться я не хочу тут в общем то все понятно но пилить тут еще осталось дохрена и в общем то это тоже надо доделать чтобы освободить полянку для травы вот не очень хочется мне это делать если честно задолбался вчера не знаю задолбался до далее друзья по заводам смотрим это сахарный завод у нас есть линия переработки свеклы она выключена или свеклы я вот кстати не знаю как правильно свекла или свекла хрен его знает насрать так вот у нас тут есть сахар я его трогать на самом деле не хочу жмыха мы повывозили много потому что постоянный баланс уходил в минус надо было вывозить жмых дабы его поддерживать положительном состоянии чтобы было на что удобрять поля в общем то это здесь дело пускай наверно все лежит и друзья я долго думал еще продавать ли сахарный завод или пускай он остается и подумал что пускай он еще на этот сезон у нас остается и в итоге даже три поля я засеял свеклой поэтому сегодня длинная такая уборка будет не спеша 11 6 7 4 5 поля они засеяны свеклой у нас мы это все дело соберем и отправим на переработку этого всего дела в сахар предварительно кстати знаете что можно еще сделать будет но это когда завод только откроется в 9 утра у нас производительность сейчас 50 кубов в час но друзья у нас рейтинг позволяет сделать апгрейд этой самой линии чтобы это было 67 кубов в час нужно будет правда заплатить 132 тысячи за это и привести 78 тысяч комплектующих это довольно много но в принципе то можно поэтому может быть это мы и сделаем я посмотрю это ближе к 9 надо будет решить а знаете можно даже напоминалку себе поставить на 8 55 апгрейд апгрейд свекольного завода мы ее обзовем 8 55 она мне в общем то скажет а ну-ка давай-ка иди-ка вези комплектующие покупай и все такое ладно с этим понятно давайте дальше по заводам ткацкая фабрика продолжает свою работу хлопок уже близится к завершению своего а вот солома льна осталось еще довольно таки много в общем то ждем тогда конца сезона ну чо уж тут тут ничего не поделаешь ну и последний завод друзья который у нас есть точнее у нас его нету но мы заказывали там производство выпечки 20 кубов осталось ему производиться ну и в конце мы это все дело заберем и отвезем просто на склад пускай она лежит ждет не знаю контракта может какого-нибудь продавать эту выпечку мы не будем там 300 кубов будет а еще друзья я забыл конечно же про мельницу сказать мы привезли туда довольно таки до хрена пшеницы это вся пшеница переработалась муку пшеничную и за фасовалась 673 куба у нас есть этой самой муки это замечательно плюс еще и ржаной муки у нас где-то должно быть много 105 кубов не очень много этот завод друзья тоже можно сейчас уже проапгрейдить до получается 4 левела да у нас 3 сейчас можно проапгрейдить до 4 там требуется 110 рейтинга у нас 113 животные сейчас затащили поэтому может быть имеет смысл сделать и это с другой стороны друзья у нас висит контракт задание крупа овся на 209 кубов может быть пока что и не стоит апгрейдить давайте лучше побыстрее вот это вот просто произведем она быстро произведется потом можно будет апгрейд заказывать другой стороны можно группа ружку не апгрейдить остальные линии проапгрейдить в общем то нас висит контракт на овсяную крупу все наши большие поля я этой самой овсяной крупой точнее не овсяной крупой а овсом засеял поэтому соберем мы большой урожай овса отвезем все это дело на крупа ружку сделаем и все будет у нас прекрасно поля вот правда еще не созрели но у нас еще целые сутки на выполнение даже полтора поэтому я думаю сегодня мы его прям даже и выполним ближе к концу дня правда но но все равно это не важно поля друзья кстати у нас еще не созрели небольшие окантовки только где вот начинался посев есть можно в принципе немножко свеклы убрать уже но это так немножко сейчас смысла все равно не имеет может быть она созреет в 8 утра и тогда мы начнем уборку и все наши продажи я в общем-то как это все дело настрою выберу какое-то время и мы с вами опять встретимся да а черт я же вам во первых животных не показал ёшкин кот чё это я забыл совсем это же одно из самых главных в этом сезоне правда забота не требует немного не странно во первых на коровнике друзья у нас построился склад молока здесь я не знаю может это просто вот починился вот этот правый бидон который более ржавый или свежий построился неважно но давайте посмотрим что у нас по животным во первых коровник у нас друзья в молодой корпус в телятник вылупилась еще 300 телят но мы не можем их отсюда освободить соответственно в следующий день скорее всего им не будет места продать их тоже сейчас нельзя или можно не только подросшие продаются телята не продаются но в общем-то и ладно подрастут будем их перекидывать в четвертый корпус видимо размножаться они сейчас пока что не будут по идее у них в принципе все хорошо может быть конце дня немножко обновим им запасы сейчас тут в принципе все в зеленой зоне все хорошо молока сделалось за день получается 45 кубов у нас склад теперь 300 кубов стал то есть побольше все нормально ну и навоз жидкий навоз в общем то видите сами какие цифры 67 28 кубов не так много но через пару дней можно будет это все дело использовать и сэкономить немножко денег на самолетики или вообще продать его нахрен далее по овечкам по овечкам друзья у нас вылупилась с каждого вот этих с каждых 400 овец по 144 в итоге ягнята для них место у нас будет какое-то время они есть молоко я им по-моему случайно купил прошлый раз но это неважно и они тут у нас кстати двух пород то есть смешанные такие седой у них вообще все в порядке по моему мы будем прям мало времени им уделять шерсти накопилось 15 кубов я думаю что пока что ее трогать не стоит да мы можем запустить переработать ее в пряжу пока у нас этот заводик еще есть но я думаю ради 15 кубов ее вести не стоит туда будет хотя бы 60 тогда и отвезем ну и друзья еще у нас есть готовая из животных это птицы ферма инкубаторе ничего нету но корпуса ну почти забиты 5 поддонов уже вылупилась есть уже кстати продуктивные несушки у нас 5490 соответственно яйца они начали делать уже есть один куб яиц это получается с этого дня только плюс еще подрастающие есть которые на следующий день будут тоже продуктивными возможно бройлеры кстати станут продуктивными и их держать смысла не будет можно будет забивать на мясо они расти насколько я понимаю не будут но тут еды им хватает всего хватает воды хватает в общем-то продуктивность сто процентов пускай себе развлекаются вот в общем то работы вроде как сегодня много но не знаю насколько много контента из этого всего дела у нас получится будем смотреть через 10 минут реального времени через 10 минут стартует гоночка формула 2 которую я пойду смотри так что я очень рад что я успел вот эту игруку записать и можно будет сейчас тут тихонечко по настраивать всех настроить все продажи и может быть даже кого-то запустить в общем то друзья как что будет интересненько и так мы и и встретимся и так 830 у нас до практически на часах чё я поделал за эти два часа пока гонку смотрел пока тут то все и значит смотрите но в первую очередь я еще выпилил немножко деревьев здесь у нас теперь полянка освободилась принципе ее можно будет косить и наверное мы даже потом это все дело тут скосим собирать не будем просто скосим шипа на валялась когда все деревья выпилятся и уже будем косить тогда и соберем там что траву можно здесь скосить она будет лежать и все равно будет расти ну друзья в течение дня я буду вот это вот все пока пилить не буду потому что тут уже начал фпс у меня проседаться когда тут что-то двигаете бревна там до 20 падает вообще кошмарно пока вот они лежат неподвижно 60 все в порядке короче надо это все дело будет мне потихоньку вывозить течение дня на мебельную фабрику когда вот это вот все вывезу или хотя бы половину от этого допилю остальные деревья этим в общем то все просто далее поля я их начну убирать когда они полностью созреют потихоньку овес наверное в первую очередь начнем убирать там три к тремя комбайнами как обычно все это довольно быстро будет проходить и все это дело будем возить на группа рушку сразу же но и доделаем контракт так образом по поводу продаж сейчас мы это все запустим это мы чуть попозже посмотрим есть еще один такой моменте нету сейчас пришел контрактик на пельмешки которые делаются на мясокомбинате у нас всего надо 145 кубов этих самых пельмешков ценник такой в принципе неплохой дается нам на это 95 часов на выполнение поэтому я думаю этот контракт можно спокойно взять единственное конечно что у нас нет мясо комбината нету мясо потому что ну типа пельмени без мяса это не пельмени мясо комбинат смотрите еще делать пельмени из мяса лука и муки пшеничной фасоны черт мне аж пельмени захотел а сейчас реально пойду варить мы можем сделать заказ на производство или менее нам надо 145 кубов все это дело сделается у нас за сутки ну и кстати мы можем привести всю муку 58 кубов мука с мясом один к одному идет если кто не в курсе а вот и 29 кубов лука 380 тысяч мы заплатим за все это производство в принципе 58 кубов муки тоже около 80 тысяч будет стоить если ее продавать лук это ладно копейки у нас кстати есть плюс еще друзья мясо можно было бы привести мясо но это сильно сбила бы цену но у нас нет мяса а животных наших которые у нас есть мы не можем сейчас забить то есть это заказ на убой животных этот это так не работает или работает не заказ на убой точно не работает а вот животное коровник если вот здесь вот посмотреть продажи покупка перемещения нет можно только продать или переместить куда-нибудь птички уже как бы созрели бройлер и нам мясо будут давать я так понимаю они ещё подросших еще нельзя убивать ну рано пока что рада из двух тысяч птиц мы 50 кубов не получим как бы нам этого не хотелось короче говоря что я хотел сделать заказ друзья на 145 кубов если мы все привозим 380 тысяч мы за это получаем за контракт мы получим копейки ну то есть 515 тысяч по-моему что ты такой посчитал сильно большой плюс я вот к чему веду в сильно большой плюс мы не выйдет то есть заказы на производство на продажу это не выгодно но рейтинг это то что надо плюс опять-таки с механиками с этими поиграть тоже вполне себе веселое занять короче мы дело это оплачиваем у нас есть один час на доставку сырья 58 кубов муки пшеничной и лука 29 кубов принципе за часто по одному прицепу съездить это вообще как нефиг все делается можно было бы даже отправить автодрайв если по он у меня был прописан на мясо комбината он меня туда увы не прописан поэтому повезем сейчас друзья это все вручную первую очередь друзья приезжаем на мельницу забираем отсюда 58 кубов муки наверное один лишний литр стоит взять сразу с собой потому что в общем то бывает такой косяк иногда знаете этим лишним литром прошла с у меня тоже кстати не запустилась из-за этого недостатка литра вот пятьдесят восемь тысяч один мы грузим кстати у нас минусовой баланс когда заказ делаете он уходит в минус но на самом деле сейчас напишу разрабам по этому поводу попрошу их это дело подправить потому что мне кажется это немножко неправильно мясо комбинат у нас тут рядом абсолютно находится но я туда еще автодрайв не прописал поэтому автоматизировать это друзья никак не получится 58 кубов мы грузим погнали их отвезем выгрузим на мясо комбинат такс тут у нас животные тут у нас соя для не знаю зачем мясо и соя такое себе если честно так куда выгружать вот эту вот всю муку здесь выгружать овощи здесь уже товары в мешках коробках все понятно здесь мясные продукты мясные продукты кстати надо будет возить чем-нибудь таким типа холодильника или рефрижератора контейнер надо будет брать или тонар я не знаю какой-нибудь мука пшеничная фасованная выгружаем деньги не капают но если мы откроем меню завода мясо комбината то вот она вот тут все идет все четыре минуты еще осталось и один литрик все-таки остался но это тоже нормально в общем то этого пацана мы оставим здесь и возьмем друзья другого с помощью него сейчас повезем лук надо 29 кубов лука привести поэтому погнали его загрузим у нас на складе он слава богу есть его там хватает с лихвой нет не так много чтобы его там было на самом деле но есть можем им пользоваться без проблем только хороший вопрос где он лежит по моему у нас во втором складе вот в этом да вот здесь тут делаем абсолютно то же самое 29 и один литрик ему лишний закидываем сейчас он сюда заполняется и везем все это дело на мясо комбинат так 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 здравствуйте я тут вам привез лучка насколько я понимаю его тоже вон на тот склад надо выгружать вот на этот потому что что-то про овощи было а лук это овощ да лук выгружается сюда и давайте-ка откроем менюшку этого самого завода еще раз бздынь и пошло начато выполнение заказа на производство отлично осталось произвести 40 145 кубов и это замечательно в общем-то этого товарища тоже пока что оставим здесь что у нас друзья вообще происходит кстати во первых выполнился заказ на производство выпечки я его уже успел перевести весь на наши склады которые товарные склады вот в 299 997 почему-то 3 литра мне не доделали падлы но ладно бог с ним хотя цифра но некрасивая мне по ушам точнее не по ушам по глазам немножко бьют в общем-то пускай это все дело лежит авось там контракт авось еще что-то пускай лежит также друзья у нас созрели наши теплицы и туда сейчас возится уже грунт причем довольно таки давно на восточный тепличный комплекс уже почти все забито грунтом он сейчас один раз туда еще одну ходку сделает и отправим его на тепле на северный возить также друзья со всего восточного тепличного комплекса я отвез всю клубнику давайте кстати здесь вот так вот делаем тоже грунт выгрузим я короче отвез все на северный тепличный комплекс и теперь у нас там лежит миллион 131 куб почти 132 куба клубники оттуда ее будем продавать на молочный завод тут все как обычно после того как товарищ который возит грунт отвезет весь новый грунт сначала доедет вот сюда потом еще 200 кубов отвезет на северный тепличный комплексе его поставлю вывозить отработанный грунт это понятно поэтому погнали распихнем всех по продаже чтобы они занимались своими делами начну я друзья вас этого товарища и пускай он у меня сначала продает склад не принимает товар представляете когда работает производство сюда ничего нельзя продать ну и ладно короче этого товарища мы сейчас отправим продавать муку на рядом абсолютно находится муку мы будем продавать на хлебокомбинат на хлебозавод как обычно только ценник туда какой-то самый прям низкий 500 кубов он может сейчас принять но это все дело обновиться это не проблема то что цена ниже почти на 10 процентов это такое себе можно в принципе начать его продавать по остальным точкам два раза съездить на порт не люблю по самой низкой цене продавать сами знаете сами понимаете никто не любит хотя другой стороны сейчас вот в 9 часов там обновится информация вся план давайте подождем 9 часов потом посмотрим кого куда будем продавать и где чем будем развлекаться и так с 9 утра у нас стукнуло давайте друзья разбираться кто куда будет ездить 1 отправляем вот этого товарища с мукой смотрим что у нас изменилось ничего интересного два раза можно съездить в оптовую базу но я друзья знаете что я не хочу я хочу сейчас вот поставить всех в работу и пойти делать свои дела чтоб на них не отвлекаться поэтому пофиг что низкая цена отправляем его на хлебокомбинат пускай он его право продает туда всего на складе у нас лежит 651 куб остался то есть ему нужно съездить 11 раз в общем то его отправляем пускай ездит после того как он закончит мы его наверное переставим куда-нибудь я посмотрим может быть сейчас на на всех работа будет и все закончится у нас на этом далее друзья вот этот товарищ а 48 кубов за раз он может возить мы его отправим продавать овощи которые у нас лежат на складе в принципе он быстро это все сделает потому что со складом будет возить томаты и огурцы хотя ему конечно много раз тут придется съездить почти один миллион литров но возить он это все дело будет на консервный завод находится он рядом весна еще по ценнику тоже хочется посмотреть вместимость там большая он уже принимает там все хорошо разница в цене не такая катастрофическая поэтому будем возить именно на консервный завод отправляем друзья его возить томаты но сначала сделаем ему автогруз отправляем его друзья возить огурцы их больше но сделаем ему автогруз на томаты чтобы он забирал в кузов томаты а в прицеп огурцы томатов у нас 316 кубов там осталось это 14 раз по 24 то есть 13 с копейками но получается по факту 14 загружаем мы из склада томаты из товарного склада бокс номер 2 ставим 14 раз во вот тякут и он вроде как сам должен будет когда томаты закончится автогруз закончится начнет грузить туда огурцы а в прицеп он сразу будет грузить огурцы отправляем его работать вроде как все должно будет работать надеюсь я еще никогда вот этим не возил может быть там надо будет триггеры как-то подвигать точки но это я разберусь если не будет работать посмотрим как раз приехал уже муку первую привез пока я тут тыкался с этими кнопочками в общем-то с этими пацанами с этим пацаном тоже все понятно погнали еще там некоторых тоже поставим в работу следующий кто поедет работать это будет у нас урал у него полный бак топлива это тоже прекрасно о 86 тысяч нам доходы от продажи продукции сейчас мы в плюс выйдем моментом значится урал у нас поедет продавать льняное масло тут как раз 100 кубов и это восемь с половиной поездок ну то есть девять тут у нас самый большой вопрос куда это самое льняное масло можно продать в размере 100 кубов кстати насчет подсолнечного масла я немножко обманула но у нас не фасованная поэтому пускай лежит моего трогать не будем я что-то как-то не посмотрел смотрите гостиницы космос же дистанция бокс номер 4 там как раз рядом универмаг можно в принципе отвезти там тоже цена хорошая и всегда будет место но мы будем возить на же дистанцию бокс номер 4 выставляем ему автодрайв забирает он все это на маслозаводе склад загрузка на же дыбокс и едет бокс номер 4 берет льняное масло 9 поездок ему надо сделать и друзья на выгрузку надо поставить ему автогруз потому что он почему-то и ровенько выгружается и вроде собирались это пофиксить но неважно что дистанция бокс номер 49 раз давайте ему можно даже поставить 20 метров радиус в общем-то льняное масло он у нас продаст отправляем его пусток он съездит покатается вернется сюда станет на место тут тоже все хорошо все просто топлива ему на это дело все хватит но если не хватит то поедет заправиться тоже не проблема и друзья у нас еще один товарищ есть который может заниматься всякими такими вот перевозками это наша джесси бишка ее работы будет не очень много с того что нам надо продать у нас остается только лишь мука ржаная фасованная на мельница 105 кубов надо ему будет продать и вот самая дорогая на как раз на хлебокомбинате можно в принципе отправить и туда мельница товар загрузка хлеб завод склад один выгрузка мука ржаная фасованная увозят четыре раза в общем-то погнал так только не отсюда ой блин я все никак не разберусь с этим автодрайвом чтобы можно было так запускать и не выводить на дорогу лень матушка она такая в общем-то четыре поездки он делает и потом возвращается обратно на базу тут в общем-то тоже все понятно также друзья кстати я забыл в начале серии показать из нашего хорошего дохода который нас сегодня ждет это тюки соломы льна мы их собрали с 19 поля вместе с альном который там собирался тут получилось ровно два прицепа плюс там еще два тюка может быть могло сделать но я просто эту солому оставшуюся перепахал поле точнее культиватором и в поле загнал это в общем-то будем считать неинтересно а вот тюки эти можно и продать а только посмотреть куда его у нас этой самой соломы 576 кубов одна машина такая это 288 кубов то есть сейчас мы можем продать одну машину а потом продать вторую то есть две сразу мы не продадим судя по тому сколько здесь свободно на складах поэтому друзья сейчас я сгоняю в порт продам столько сколько туда влезет потом на жд станцию бокс номер 11 ну а потом в какое-нибудь время я сгоняю еще продам еще один прицеп а вообще поехали вместе чо уж тут и так с первый прицеп везем на порт бокс номер 4 я друзья на автопогрузки вез потому что он вообще не стабилен капец как переворачивается я перевернулся не смог перевернуться обратно так вот бздынь сколько смогли столько и продали 39 тюков у нас еще осталось то 25 тысяч мы получили погнали отвезем еще все это дело на жд станцию и друзья на жд станцию мы тоже это сиделось сейчас продаем бокс номер 11 если мне память не изменяет нам нужно все это дело выгрузить и бздынь да именно сюда еще 146 тысяч мы получаем за оставшиеся тюки у нас на балансе уже 200 тысяч денег по быстрому мы вылезли из минуса у нас кстати висит кредит поэтому я думаю что можно его даже погасить 120 тысяч у нас остается и баланс будет только расти правда конечно в минус тоже он будет уходить но то есть расходы у нас тоже сегодня будут но они не такие большие будут как наши доходы этого пацана я пока оставляю здесь в общем то друзья какой у нас дальнейший план действий я сейчас иду заниматься там своими делами периодически буду на все это дело посматривать несколько часов будут кататься наши товарищи которые все это дело продают когда большие товарищи я имею думана универсала и контейнеровоза освободятся я их буду перекидывать на клубнику потому что там большая работа урала и джесси бишку я туда закидывать не буду потому что они не сильно помогут скажем так когда созреют поля я начну их уборку плюс параллельно буду подвозить на мебельную фабрику она что она уже запустилась у нас заводы мебельная фабрика да она запустилась работает вот сейчас как раз можно немножко дерево будет привести буду периодически в общем-то подвозить туда вот это вот все дело следить за этим пилить наверное пока что ничего не буду ну и уборка полей самое главное овес буду сразу же вывозить на мельницу можно даже включить линию по производству овсяной крупы нам надо ее 200 10 кубов как-то надыбать я думаю со всех полей это будет не особо большая проблема ну и в общем то друзья когда все продастся мы с вами встретимся и подведем кое-какие итоги ну что ж друзья пол второго дня у нас идет уборка и у нас только что завершились все продажи сейчас последний ман который ездит с контейнерами едет уже на автомойку и на балансе у нас есть 5 миллионов денег я думаю что это вполне себе неплохо что у нас на полях по поводу созревания кстати межте мы убрали 21 22 поле я успел сделать это тремя комбайнами я сам работал на грузовике короче их разгружал по автодрайву два грузовика отправлял на мельницу там у нас рос овес но я его оттуда убрал на 11 поле росла свекла тоже два грузовика по автодрайву работали я сам комбайном по быстрому жив жив и все готовенько его тоже отвезли и запустили сахарный завод ну и мельницу за соответственно тоже запустили я подумал знаете что не буду я апгрейдить я апгрейд поставлю на ночь завод не будет работать в это время апгрейдится он сможет то есть без 10 7 например стоит его запустить с этим в общем то понятно по финансам друзья если вдруг чё интересно обслуживание техники минус у нас сегодня минус 1800 но это ладно содержание содержание скота у нас оказывается дохрена денег берет амортизация недвижимости это понятно 174 тысячи были списаны в 1300 расходы на удобрения это мы то что поливали самолетика расходы на воду это наши электровышки точнее электро напорная вот эти башни водонапорная почему я сказал электровышки хрен его знает доходы от продажи урожая это друзья один прицеп тюков и клубника вроде больше ничего не входит в продажу урожая минус 28000 заработная плата это в принципе тоже понятно это не только наймите это еще и перегон грунта например из теплицы в теплицу и всякие такие работы другое там много чего покупка грунта по моему входит в эту долю клина узнаешь что сюда попадает на 450 тысяч мы потратили доходы от продажи продукции полтора миллиона продукция это у нас была мука льняное масло и все а насчет другого кстати это еще и заказ на производство 380 тысяч которые мы потратили у нас все уборка стала да я перестал разгружать и комбайны остановились ну ладно ничего страшного ухты а кейс обогнал идеала интересно ну ладно давайте еще пробежимся по нашим теплицам и остальным всем на восточном тепличном комплексе грунт мы обогащенный привезли отработанный весь вывезли на северном тепличном комплексе тоже все пусто от обогащенного привезли 200 кубов в два часа дня надо будет купить еще грунта я поставил себе напоминалку так что я это не забуду я это сделаю ну и соответственно его надо будет еще привести на северный тепличный комплекс отработанный грунт 322 куба осталось он его потихоньку катает и там общем то тоже все нормально далее завода хлебокомбинат мы свое получили не вот там все в порядке комбикормовый это все не работает консервный завод 178 кубов осталось сделать но почти половина уже томатной пасты сделалась пара дней еще все-таки она будет работать но почти половина мы 300 кубов заказали 100 120 сделалось уже ну да чуть больше 3 ладно пофигу масло экстракционный завод у нас не работает мы пока ничего туда не возили мебельная фабрика я кстати немножко еще попилил леса погнали туда сбегаем а я вам покажу что не знаю помните вы тут или нет сколько его было но в общем то я еще здесь все расчистил время было и почти все бревна повывозил тут ну то есть совсем мало осталось их с того что здесь лежало все это дело у нас перерабатывается я какое-то время щеподробитель включал и наверное имеет смысл его даже сейчас еще раз включить потому что бруса становится больше чем щепы а мебель делается но имеет в общем то смысл это все дело запустить чтоб она работала буду потом подгонять так чтобы у нас минимум бруса осталось дело в том что брус остается лишний но это ладно это будем смотреть далее мельница с первого поля мы туда отвезли с 21 22 время 1 который убрали получается кубов 400 мы собрали тут у нас крупа овсяная делается на следующий день надо будет выполнить контракт мы со всех полей перри переведем видимо одного поля хватало бы полностью на то чтобы выполнить контракт но на всякий случай я большие поля все засеял овсом сделаем овсяную крупу то что пойдет не по контракту просто продадим я думаю что за кадром я тоже сделаю апгрейд линии всех до 4 левела много конечно комплектующих на это уйдет но что поделать мясо комбинат у нас делает пельмени 116 кубов осталось ему идет но мы недавно его запустили в общем-то он так за сутки вроде как обещал все сделать ну и сахарный завод с 11 поля мы туда отвезли свеклы на ночь поставлю апгрейд линии и производительность будет помочь 67 кубов они 50 кубов в час так что тут тоже все будет хорошо он будет работать с остальных полей мы свеклу тоже туда перевезем и в конце сезона наверное от этого сахара всего избавимся или или посмотрим короче как она что будет ткацкая фабрика работает но это еще и надолго самое главное с разрабами разговаривал завод продать пока она все не переработается нельзя вот так вот кстати с учетом того что она мы с этого самой с мебельной если останется дсп то это будет беда и вот туда никак не вычистить надо чтоб там брус оставался лишний если останется короче ладно пускай это все работает друзья я за кадром все по убираю пассивная и все остальное будет уже за кадром животными у нас тоже все в порядке следующий раз закончим животных смысле еще свинок заведем наверное дальше будем развлекаться с заводами и со всякой другой фигней на этом друзья у меня все всем огромное спасибо за просмотр кто хочет смотреть ролики заранее можете оформить спонсорку я кто же это сделал огромное спасибо про лайкусики комментарии не забываем в общем-то всем пока спасибо это именно и и и и и и и